утро доброе друзья 27 июня и я снова приглашаю вас посмотреть как моем саду цветут розы уже раскрылась лавендер айс немецкая роза удивительного лавандового цвета а это тесс офф зе дебрвильс одна из малиновых роз в моем саду баскобаль дженни роз гартнер очень жаркие дни у нас и только вот так с утра можно посмотреть на красоту этих роз днем они многие выглядят не в лучшем виде дама джуди тенч цветок который раскрылся сегодня этому цветочку два дня этот вчера а вот это уже осыпается четыре дня цветочек дамы джуди тенч дама джуди тенч дама джуди тенч запах такой сильный запах от леди офшалот она кстати очень терпимо относится к жаркому солнцу не плавится цветы конечно быстрее цветают но очень выносливо красавица леди эма гамильтон раскрыла очень много цветов очень красивая роза очень красивый куст с зелено-бордовой листвой и вот такие разные цветы у нее по мере старения цветок очень сильно меняется это очень красиво смотрится весь куст в переливах цветочки на жаре у нее конечно не плавится насыпаются быстрее если бы было по прохладнее то держится они дольше а так два дня и цветочка нет очень выносливая софи роуз молоденькая роза высаженная осенью ей все нипочем не дождь не жара больше 30 эма гамильтон очень хороша очень джубели селебрэйшн джубели селебрэйшн джубели селебрэйшн жару переносит не очень хорошо не очень хорошо и вот моя новая любовь леди оф мэгинж удивительная роза . вот этот цветок держится шесть дней. Вот он. Вот какой он крупный. Розочки, которые не страшен ни дождь, ни жара, Леди оф Мэггинш. Красавица. Так, и раскрылась, наконец-то раскрылась крон принцессы Маргарет. Она у меня уже молоденькая. Второй год. Красавица. Розочка. Продолжает цветение Дарси Басл. Малиновая роза, которая тоже прекрасно переносит все непогоды. И дождь, и жару. В этом году Golden Celebration намного лучше себя держит. В прошлом году цветочки на жаре очень быстро осыпались, плавились. А в этом году, ей тоже почти два года, она намного, намного выносливее. Вот она. Golden Celebration. И раскрыла очередные цветочки молоденькая роза Традискант. У нее очень-очень хорошо держатся цветы. Я их просто сама уже снимала. Они превращались в такой, окрашивались уже в более чернильный цвет. Так как роза высажена только весной, я, конечно же, не давала им очень долго красоваться на кустике. И вот она снова раскрыла свои последние цветочки. И они удивительно бордово-коричневый даже уходят цвет. Камера не передает, не передает в точности, конечно, этот цвет. Но он другой. Первые были более малиновые, а эти бордово-коричневые. Я бы так даже сказала. Она действительно самая темная роза. Она заявлена, как они говорят, пишут, что это самая темная хостинка. Оно так и есть. Монстерд Бут у меня в этом году намного темнее, чем в прошлом. Но эта розочка не передает камера. Как-то не передает. Красавец-семьян. Алан Тишмас в этом году, он какой-то совсем мелкий. В прошлом году он как-то был поинтереснее. В этом году, конечно, смотреть, показывать, честно говоря, особо нечего. Балеринка. Дездемонка. Дездемонка. И начинает раскрывать цветок спиритофридом. Я надеюсь, что он успеет до дождей. У нас завтра передают дожди. Потому как все говорят, что он очень-очень боится. Вот он спиритофридом. Молоденький костик. Довольно-таки неплохо. Нарос. Высаженный в марте месяц. И вот он, Манстер Твуд. Очень-очень темного цвета он у меня в этом году. Второй год костику пересажены. Вот как-то очень хорошо камера его сейчас показывает. Я смотрю. Но Традискант. Она темнее. Она темнее. Замечательные две темные розы. Традискант, конечно, более выносливая. Она прекрасно держит дождь. Солнце ей тоже нипочем. Поэтому, дорогие друзья, смотрите. Выбирайте. Себе красавец Остинок. И вы никогда не пожалеете. Чудо розы. Так, здесь уже солнышко вовсю. Это балерина. А вот она шапками своих мелких цветочков. Второй год розочки. В этом году розочки цветочки покрупнее. Сантиметра три, наверное. И вот с утра, пока еще солнце не обожгло, этот куст довольно-таки неплохо выглядит принцесса Александра Офгент. Она тоже молоденькая роза. И солнце очень и очень тяжело она переносит. Она вся скукоживается. Можно сказать, плавится. К вечеру восстанавливается. Вот она. Всеми обожаемая принцесса Александра Офгент. Ну вот, пожалуй, и все. Всем всего хорошего и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok